Мой пришел какой-то. Как тебя зовут, Гном Гномыч? Красавчик какой. Пришел, прибился. Ну ты кушаешь у нас часто, всех наших котов еду объедаешь. Ну и одноглазненький тебе, да? Ты чей-то? Да? Вот заходят, пожалуйста. Ой, что-то говорит нам. Ну все, помаши всем. Скажи, ау, ау. Нет? Не хочешь? Ну ладно, беги по своим делам. Друзья, в сегодняшнем ролике вы увидите разговор по поводу антибиотиков, разговор по поводу глистов и самый, наверное, важный, задаваемый часто вами вопрос, как удержать температуру при таком отоплении, то есть лампы, когда нет внешних каких-то источников. Вот, так что смотрите в сегодняшнем ролике до конца. Вот зашел к нашим дзербикам, что у нас там сегодня седьмой день. Температура у нас 26, хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас снизу я специально поставил возле окна температура. Здесь у нас температура 23. Камера запотела немножечко. Вот, ну, сказать, что там прям сильно холодно было тут, нет, не хорошо. А ну, команду. Дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем-дем. Оп. Молодцы. Молодцы. Оп. Стопэ, орелик. Орелик, ты куда? О, уже начинают летать хотите вообще. Где-то тут должен быть Егор, мы пометили фломастером. В общем, где-то бегает. В общем, хорошо. Ничего, день. Высокие уже штучки-дрышки. Да? Ого, летать хотят все. Прям. То есть птичка, как вы видите, активная. За что, слава богу, все хорошо. Да? Молодцы. Стоит такая, по-моему, новая в районе 800 гривен. Искали, искали бушный. Не нашли. И вот, что у нас выходит. Вот то, о чем мы говорили. Пере. Сосуды. Два соединяющих. Вот бочка. Сейчас мы будем делать туда непосредственно уже, чтобы вода попадала. То есть, что происходит. В эту бочку мы будем набирать со скважины. Она будет отстаиваться. И оттуда мы будем запускать уже воду. Наш непосредственно резервуар. Вот, напомню, у нас 200 литров. И от него уже будет идти подача уже. Вот они на всей. Вот краны стоят у нас. Это все мы воспользовались с нашей фермы. Вот их линия паения уходит туда. Уходит туда. Ну, в общем, мы готовы к птичкам. На всякий случай подсоединили генератор уже все. Он уже рабочий. Его просто мы в розетку вставляем. Там поставили автоматы. Вот, чтобы непосредственно уже здесь и вот там это малышение у нас там находится в том домике. Чтобы там был всегда свет. Пойду сейчас. Так, поехали. Десятый день. Сейчас мы их немножечко взвесим. Так, обратили внимание. Выходы. Раз, садили. Давай, Сережка. Вот, 240. Так, у нас на десятый день они должны быть 261. Так, у нас еще полдня впереди. Раз. Еще 7 часов. Даже какой 7? Больше. 12. Вот, 230. Да, давай дальше. Это маленький. Вот тут их пересели. Какие-то здоровые. Тут как бы нездоровые. Думаю, что было там 250. О, 250 уже пошли. Да, это невероятно. Они завтра уже, ну, еще грамм 30 такили. Правильно? Правильно. Такие по 280 будет. В общем, видите, друзья. Десятый день сегодня. Я думаю, что я завтра или послезавтра что-то сниму. 261. Вот. Сейчас я скину табличку и покажу еще раз вот вдалека. Вот. Что происходит, получается? У нас появляется влажность. Как вы обращаете внимание? Люди спрашивают, как мы непосредственно саму влажность убираем отсюда. Вот. У нас есть вентилятор. Он работает раз. Вот он вытягивает. И у нас есть еще двери. Мы быстренько проветриваем. Сквозняк не делаем. Но мы делаем, открываем. И, в принципе, оно все вентилятором, ну, влажность вытягивается. Вот. Верхним нашим дебиком, я смотрю, немножечко жарко. То есть, что произойдет завтра или послезавтра? Мы уже поставим непосредственно наши лампы сверху обычные уже. Они уже не красные, а простые лампы. Снизу мы оставим. Вот. Ну, видите, сейчас хорошо. У них уже большие, взрослые бубенчики наши. Что мы сделали с кормушками, чтобы они корм не выгребали? Мы сделали так. Анасиры, покажи. Склеили скотчем. Вот. Снизу кормушку. И тогда оно кончится выше, и они корм не грибут. Сейчас я где-то вам покажу, как это происходит теоретически. Вот. Видите, они уже... Покажите, бусики. Вот. Двойная стоит. И вон двойная. То есть, они уже лапой корм не выгребают. То есть, мы просто приподняли выше, да, малыши? Да, хорошо работает. Вот. И хорошо оно работает. Видите? Все пока... Вот они тоже как кушают. Видите? Интересно. А что даже мы ходим, ходим нормально. Вот. И если они его не выгребают, они его уже нормально кушают. Ну, вот так вот. Так что, это наш первый такой лайфхак наш. Уважаемые друзья, добрый день. Вас приветствую на своем канале. Добрый фирмен, где Саша. Уважаемые действительно друзья, знаете, мне очень приятно, что большинство тех комментариев, которые вы писали прежде, в прошлых роликах, они, конечно же, положительные, они позитивные и не несут никакого негативного характера. Конечно, есть моменты, есть нюансы, которые люди всячески пытаются что-то сказать не то, знаете. Но я настроен так, что я не собираюсь идти ни в какие конфронтации. Я стараюсь максимально сгладить. Если это не сглаживается, то я просто не отвечаю этому человеку. Но, в принципе, я думаю, что 95% на данном сегодняшнем этапе я отвечаю людям. Вот. И поэтому сегодняшний ролик, как вы знаете, что мы кормим форму 4 фирмы. Вот, как вы видите, мы еще кормим, это еще идет у нас старт. Мы еще будем кормить им, получается, 2 дня, по 14-е сутки. Сегодня мы завезли уже Гроверни по сезону, его можно еще называть откорм, будем кормить с, получается, 15-е по 35-е сутки. Вот. Как вы знаете, мы ведем эксперимент по поводу форма. Мы говорим всю правду о нем. То есть, были комментарии такие, 4 фирмы плохой корм, я кормила, я там не делала. Вы знаете, вы вправе писать, что хотите. Я, как добрый фермер для Саши, я честно освещаю, и я говорил это заводу-производителю, что я буду говорить правду о корме. Поэтому сейчас вы увидите таблицу динамики роста, и мы непосредственно взвесим нашу птичку. Вот, друзья, сейчас взвесим с сердчиком. Зашли, сегодня у нас 12-й день, получается. Вот, у нас 368, малыш, да. Так, а на 12-е сутки что у нас? На 12-е сутки у нас, вот, получается, тысячу, что у нас? В нем, что надо сейчас сделать файл. 12-е сутки 341. Поехали дальше, Сережа. 341, 12-е сутки. Стоянба. Это 352. Но, это же еще сутки не закончились, что у нас, получается, сейчас идет 11,5 дня. Вот, Серенький выбирает там. Вот, как видите, у нас уже шумно становится. Так. 13 900. 390 грамм. То есть, отлично, повторюсь, на 12-е сутки. Вот, у нас где 341 средний вес. Но, не забываем, что у нас еще полсуток впереди. Вот, опа. Это неполиткорректно ты берешь, Сережа, вот это. Все. Ну, я думаю, на этом мы закончим. 364. Вот, я повторюсь. Смотрите, друзья, 12-е сутки. 341 он должен весить. На сегодняшний день он съедает 52 грамма корма в сутки. Вот, 359. Вот оно. Это количество потребления корма на сегодняшний день. Вот. И по воде у нас получается, сегодня ему нужно 88 грамм воды в сутки. И по сегодняшний день он выпил 600 чем-то, 610, допустим, грамм воды. То есть, это таблица динамики роста и расчет можно по кормам и по воде. Вот. Поэтому вот так вот. Вот, друзья. Как вы видели, сегодня, в принципе, рост у них хороший и вес у них хороший. Вот, птичка растет на сегодняшний день отлично. Что меня привлекает? Что в этом корме нету наличия антибиотиков. Это раз. Второе, что действительно меня привлекает вот сейчас, что птица действительно растет хорошо. Как вы обратите внимание? Она вся живая, она вся активная. Смотрите, мы рассадили уже. Если вы видите, мы задействовали уже вот эти вот сердцы. То есть, у нас уже получается с 10 сидит по 45, да, где-то ориентировочно. 45 еще пару дней. И у нас по сетке нужно пересаживать уже в соседнее помещение. Сейчас они уже прогреваются. И они уже будут расти дальше. Они уже будут сидеть в таких вот клетках уже закрытых. Так, как это мы делали раньше. Вот. И смотрите, друзья, что мне нравится в этом. Птичка живая, активная. Это раз. Это ее наличие говорит о том, что птица хорошо, но чувствует себя хорошо. Она хорошо ест, она хорошо пьет. То есть, мы как люди создали ей правильные условия. То есть, мы создали правильный температурный режим. Вот даже, допустим, на сегодня уже у нас получается 26 градусов, 25. Замечательная температура. Я сейчас чуть попозже расскажу, как это добиться. Смотрите. Вот, потом растет она, активная бегает. И самое главное, что, знаете, у нас по сегодняшний день нету госпиталя. У нас был такой, мы выразивали, шпиталь. Вот. Куда мы отсаживали, там кто-то присел, кто-то это. Нету госпиталя. То есть, птичек пока мы не отсаживаем их. И тогда, потому что все здоровы. И из 520 штучек мы потеряли минус 3. То есть, 2 сотых у нас только 3. И вы знаете, я считаю, что это хороший результат для такого количества птицы. Вот, поэтому на сегодня по корму сказать что-либо каких-то нареканий у меня нету. То есть, я говорю правду. Если бы было что-то не так, вы видели взвешивание. Я не отбираю птиц. Какие там хуже, какие меньше. То есть, Сережа, как увидит, так он взвешивает. Вы видите, они все идут впереди. У нас еще полдня запаса впереди. Вот, ладно. По корму 4 фермы я закончил. Что дальше происходит? Задают вопрос, как делать температурный режим лампами. Потому что, если вы заметили, что мы освещали вначале вот такими вот стойками. Отапливали, точнее. Вот такими стойками. И уже непосредственно наши лампы, которые идут сбоку там. И лампы наши сверху. Смотрите. Для птицы, то есть, если ей жарко, она отходит. Если ей холодно, она подходит. Мы, в принципе, создаем приблизительно посередине. Вы видите, птица немножечко даже уже от ламп, она немножко отсредоточена. То есть, что говорится, мы можем либо поднимать вот лампу выше, то есть, она у нас благодаря хомутам здесь поднимается. Либо мы уже в последствии просто поменяем лампу уже на обычные световые уже лампы. Вот. Это есть. Что дальше? По поводу, я начинаю продолжать температуру. Вы говорите, как создать температуру? У меня задают вопросы. Как на кубический метр там сделать то-то, то-то? Я не знаю. Как происходило здесь? До завоза птицы здание было неотапливаемое вообще никогда. И уже была зима, и были хорошие морозы. Там до этого и до минус 20. То есть, оно промерзло. Мы за два дня до этого включили обогреватель. Поставили ему полутора киловатт на два дня. И включили лампы. Конечно же, это было затратно, но мы прогрели. И теперь смотрите, друзья, что происходит. Основные стойки, которые я вам показываю у нас, они уже не нужны. Потому что температуру уже начинает и птица сама выдавать необходимую, которую нужно. Я знаю, что у ролера уже в 35-е сутки он отдает уже тепло телу, у него 42 градуса. Поэтому те вентиляторы, которые мы ставим сверху, когда нам ученые доказывают, что нужно их снизу ставить. Я понимаю точно, что мне вентиляторы сегодня нужны, вентиляция, для того, чтобы забирать теплый воздух. Потому что в течение дня, то есть сюда, когда, чем меньше мы заходим, в течение дня, ой, застрял, боже. Что такое? Масли, ты же, что я не молчила. Да. Впервые такое, кстати, у меня на севере что-то надо придумать. Вот, посмотрите, он такой, что... Он уже заслушался. Ну, слава богу, что... Так, и вот эти вот вентиляторы, мы включаем их, чтобы забирать тепло, которое уже сегодня лишнее. Мы знаем, что снизу прохладно. Вот, допустим, мы сейчас зашли, немножко дверями пооткрывали. Видите, птичка взялась в кучу. Это говорится о чем, что вот здесь ей немножко температура ниже, которая ей нужна. То есть, соответственно, сейчас мы будем уже меньше. Вот эти, которые сверху, гаврики, у них хорошо. Но вот этим точно я знаю, что этим прохладно немножко температура. Поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы температура у них была, но выше. И теперь надо ребятам сказать, чтобы здесь зазоры больше были между кормушками. Вот. Поэтому смотрите, уже играйте сами по поводу температуры. Вы скидываете необходимую температуру чем? Вентилятором. Вы его включаете и смотрите, температура упала. Все, вы его выключили. И вся температура здесь поддерживается. Сейчас у них самое главное поддерживать температуру. То есть, высшая температура, как бы, включая вентилятор, он забирает весь теплый воздух. Всю влажность забирает, которая необходима. Потому что, если вы обратите внимание, сейчас на улице где-то минус 8, вот, окна сухие. Ну, есть вот тут моменты, вот. Но основное окна сухие. Когда большая влажность, все течет. Правда же? Вот. И поэтому, я считаю, что это здорово. Сейчас мы вот просто уже регулируем, понимаете, поддерживаем нужную температуру. Потом, что дальше? Еще какие были вопросы? Были вопросы по глистам. Задают вопросы, а как давать, что нужно про глистовку? Я вам скажу сразу, открою. Идем дальше чуть-чуть. Отойдем, чтобы здесь так шумно особо не было. Я еще ни разу за все время, которое я содержу птицу, я ни разу не дал ни одного препарата от глистов. Вот Бог мне, как это очевидец, не свидетель, не свидетель, а Бог очевидец. Я ни разу еще птице не дал ничего от глистов. Мне говорят, а для профилактики, поймите, что у меня птица содержится в хороших, идеальных условиях. Поэтому, чтобы попали какие-то микробы туда, ну, нужно постараться. Потому что после этой партии, когда это закончится, мы все хорошо отбиваем керхером, ну, все брудера, все наши клетки. И потом их всякими делаем, там, типа аквадеза плюс, всякие штуки, дрючки, которые чистят и дезинфицируют наши клетки. Поэтому мы создаем все условия, которые нужны птице, чтобы она была чистенькая. Там прям какой-то орелик уже, да, у нас пробивается. Вот, и понимаете, то есть поэтому ничего не даю. Спрашивают, ну, а если появились глисты? Если появились, друзья, куча препаратов, которые вы просто откройте, интернет пробиваете для глистов, и все было доброе, поверьте мне, мы... Давай найдем, что там, кто там такой. Ты где? Что-то приснилось. Может, что-то синица будет? Орелик. Ты же уже тянет там, как-то, синица не дать еще. А не, нормально, показалось. Вот, я сказал, так, что-то у меня еще было записано в сценарии. Вот, температуру я сказал, глисты сказал, профилактику, то есть мы не даем. По поводу были вопросы антибиотиков. Знаете, были вопросы по антибиотикам. Мы пропоили антибиотикам с первого по пятый день. И говорили, знаете, мне один комментарий там не понравился. Он такой длинный, я долго переписывался. Знаете, человек, вы сволочи, вы фашисты, там, ля-ля-ля. В общем, такого наговорили, боже мой, думаю, неужели человеку больше нечем заниматься. Знаете, и самое интересное, она осудила всех и кого только можно. Поэтому пусть Бог ее простит, знаете. Но я повторюсь еще раз, что человеку дают тоже необходимые препараты, не только тогда, когда он заболеет, а и в качестве профилактики. Поэтому, знаете, давайте каждый будем заниматься своим делом. Я знаю точно, что вот этот вот продукт уже буквально через 6 дней, через террасиль, наличие каких-либо препаратов не найдет ни одна лаборатория. Поэтому, а мы птичку выращиваем до взрослого, до 45-го дня. Вот. Поэтому, друзья, в принципе, все, что я хотел, то я сказал, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Естественно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, что подписчики, они добавляются. Повторюсь, для тех людей, которые только недавно появились на канале. Знаете, очень много вы задаете тех вопросов, которых я снимал уже для этого видео. Но я понимаю, что у меня их очень много роликов. Но практически на все вопросы, которые возникают в птицеводстве, это там дезинфекция, содержание, корма, в общем, вентиляция, клетки своими руками. У меня обо всем этом есть материал, который я снимал. Поэтому полистайте, но не стесняйтесь, вы найдете, я думаю, для себя множество ответов. Вот. Поэтому, друзья, ну и знаете, какая мораль, наверное, из этого всего. Как обычно, я что-то скажу по поводу, знаете, в Евангелии от Матфея, по-моему, в 7 главе начинается так, что не судите, да не судимы будете. Знаете, это очень важная вещь в жизни человека. Знаете, осуждать человека, то есть это выносить приговор ему. Никогда не делайте эти вещи по поступкам человека. Знаете, были комментарии недавно, там писали, вот, Саша себе набрал, там, такие слова говорили люди, что просто, знаете, потом говорят, еще и прикидывается добрым. Знаете, я скажу откровенно, что я сам выходец из таких вот людей. Я сам вырос долгое время на улице, имея интеллигенты с высшими образованиями родителей, музыкантов и инженеров. И поверьте мне, в моем родословии тоже есть очень, кстати, может быть, похвастаюсь. Точно, я сейчас буду хвастаться. Но хвастаться не собой, потому что я тут ни при чем. Это по моей маме, есть такая фамилия Лазаревский. Вот, моя мама Лазаревская. То есть, мои прапрапрадеды, по маме, они выкупали Шевченко из крепостного права. То есть, некоторые известные произведения Тараса Григорьевича Шевченко были написаны у нас в имении. Вот, и поэтому, и некоторые известные же, такие как Садок Бышневой Кулахаты, тоже посвящен нашей прапрапрабабабушке. Вот, это все есть в музее Тараса Григорьевича Шевченко. Первый кабзарь был подписан славному казакову Лазаревскому. Вот, его хотели выкупать как художника. Вот, ну, как это, мои родственники по маме. Видите, как получился, какой талантливый поэт. Поэтому, ну, это так, как, у нас есть семейный герб, вот, так что я поэтому не всегда, так, ну, цыпочка грязной, какашки, запах аммиака, помета, вот, и т.д. и т.п. Вот, поэтому не судите, да не судимы будете. О чем я, друзья? Иногда, знаете, когда мы осуждаем человека, в первую очередь, знаете, кого мы делаем хуже? Себе. Мы съедаем изнутри самого себя. Знаете, ненависть, это очень страшная штука, которая порождает в каждом из нас что-то очень негативное, что-то очень нехорошее. Библия это называет четко и ясно. Это грех. То есть грех, это все то, что не по Слову Божьему, то, что не соответствует воле Божьей. Поэтому, друзья, я не хочу проповедовать, я просто вам хочу сказать, как вы хотите, чтобы относились к вам. А я думаю, что вы точно хотите, чтобы вас не осуждали. То так и относитесь к другому человеку. Почему? Потому что, знаете, я бы хотел, чтобы в мою жизнь говорили только хорошее. Соответственно, я буду и стремиться к этому, чтобы, ну, не говорили ничего, чтобы я соответствовал этому хорошему. Ну, и т.д. и т.п. Вот, поэтому, всех вам благ, всего доброго. С вами на канале Добрый Фильм, я Саша. Паки-паки. Пау-паки. 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 Продолжение следует...